Друзья мои, всем привет, это я Романыч. Сегодня у нас будет очень интересная посылка со смартфоном с российского Алиэкспресс. Была акция, по-моему, где-то в конце января или в начале февраля, если мне не изменяет память. И я такой, типа, да ты что, это тот самый смартфон, на котором меня просили много раз заказать в комментариях. И он со скидкой, всего лишь за 11 590 рублей заказываю. И вы не поверите, сколько он сейчас стоит в данный момент, на уже вторую половину марта 2022 года. Лучше вам это не показывать, но я в этом плане бессердечный. 11 189 рублей. Мне удалось его урвать, чтобы вы понимали, в данный момент его стоимость будет на вот какой-то там распродаже или что это такое. Минимальная 18 590 рублей. То есть вот настолько. И я вам сразу хочу сказать, что это еще охеренное предложение. Учитывая наши реалии и то, что сейчас продается, в принципе, за те цифры, которые он показывает, ну, типа, точнее, которые у него есть на борту, 18 500 это сейчас не такая уж и большая сумма. И мы сегодня с вами будем разбираться. Стоит ли вообще за него отдавать эти деньги или стоило за него отдавать те самые бабки? Короче, стоит ли его рассматривать в 2022 году как один из лучших, ну, или один из вариантов лучших бюджетных смартфонов до 20 000 рублей? Когда курьер ко мне привез его домой, я здесь сделал небольшое отверстие. И, честно говоря, я до сих пор не понимаю, как я понял, что это именно тот самый смартфон. То есть через дырку чисто там по двум буквам, наверное, это можно понять. Но сейчас я уже могу... Нет, не могу. Могу, теперь могу открыть до конца. Это, возможно, кто догадался, Текно Пова 2. Эта компания появилась на рынке, мне кажется, где-то плюс-минус у нас активно начала продаваться годика так два назад, по-моему, в 2020 году, наверное, не в 2021, мне кажется, как будто с 2020 года они уже курсируют у нас здесь. И, честно говоря, есть один нюанс, что обзоров правдивых тяжело найти на YouTube, на ней. Потому что ребята как бы только зашли на рынок, им, понятное дело, как-то надо развиваться, и они скупают блогеров. То есть они без всякого зазрения совести скупают задницы блогеров, и даже ко мне обращались, но я им сказал, что моя задница не проходной двор, блядь. Поэтому, короче, извините, я потом как-нибудь сам познакомлюсь. И на самом деле не планировал. Если бы вы мне не написали, я бы не познакомился, наверное, с ними, потому что как бы у меня скептическое было отношение. Но так как вы просили, я такой, типа, думаю, а почему бы нет? Конкретно подписчики просили заказать Техно Пова 2, потому что, типа, это самый ядерный смартфон у них. Здесь у нас по цифрам, давайте быстренько пробежимся, 6,9 дюйма дисплей. На самом деле это привет Infinix, который тоже делают, любят дикие лопаты. Многим будет неудобно, ну, кому-то зайдет. Full HD+, вот это радует. Никаких здесь герцовых нет, то есть стандартные 60. Единственное, что частота дискретизации дисплея, то есть, короче, частота тача здесь 180 герц. 48 мегапикселей основная камера состоит из четырех модулей. Helio G85 процессор. Ну, на самом деле, хотелось бы, может быть, и Helio G88 здесь увидеть. А с другой стороны, в принципе, Helio G88 от G85 не так сильно дико отличается. Ну и самый, вообще, главный козырь, который выворачивает Техно, это 7000 мАч батарейка. И люди, кстати, прям добротно отзывались о его автономности. И, к слову, да, есть NFC тоже на борту. То есть, вот это вот все, буквально там месяц небольшим назад, когда я его заказывал, можно было приобрести за 11 189 рублей. Ну, просто сумасшествие. И я, конечно, даже не задумывался. Сразу начал все это дело оформлять. Понятно, дело было, что какая-то там акция распродажа. Вот вроде так смотришь, это достаточно темный цвет. Так, на переливании это серый. Плюс вот эта вот полоса градиентит. Но надо понимать, что это пластик. Крышка, кстати, чем-то похожа даже по структуре на Poco X3 или Poco X3 Pro. Блок камеры достаточно аккуратный. Да, в целом, скажем, что выглядит он очень аккуратно, достаточно стильно. С этой стороны нас встречает вот такое вот отверстие под фронтальную камеру. На самом деле, я предполагаю, так как это бюджетный девайс, отверстие под камеру здесь будет достаточно большеватое. То есть, вот даже по этому отверстию, да, вот здесь вот в этой пленке, можно понять, что дырка здесь должна быть конкретная. В комплекте пленка, есть запасная. Есть вот такой вот чехол, достаточно такой ватный. Наушники, кстати. А, нет, подождите, наушники, я размечтался. Есть кабель Type-C для зарядки. И блок сам от техно, фирменный, на 18 Вт. Учитывая, что здесь батарейка 7000 мАч, на самом деле, 18 Вт, это, конечно, слабовато. Но для того прайса, который он продавался буквально совсем недавно, конечно, других вариантов, на самом деле, и не было. Ну, такая вот, собственно говоря, дырень. И самое, что, вот знаете, интересное, вокруг этого отверстия есть небольшое вот такое вот распыление черное. Я надеюсь, что, возможно, это здесь конкретно вот на этом рабочем столе. Но, понимаете, что-то как-то странно, да? 4 дня прошло с момента распаковки. И давайте уже более детально и пристально взглянем на этот аппарат. И я вам расскажу о одной особенности, от которой я охерел. Вот угадайте, пожалуйста, с какой стороны лежит техно Пова, а с какой стороны лежит Infinix. При условии, что их не переворачивать на другую сторону. И я вам честно скажу, что я бы, наверное, тоже не угадал. Потому что оболочки у этих девайсов абсолютно одинаковые, идентичные, за исключением там некоторых иконок. Вот, к примеру, вы видите, вот иконка переводчика отличается, иконка камеры немножечко отличается. Ну и плюс-минус там галереи отличаются. Ну это такие маленькие детали, а база у них единая. И после этого я погнал в Google, потому что для меня, честно говоря, было открытие. Наверное, вы сейчас надо мной угораете там, но для меня было открытие, что техно и Infinix, они входят в одну корпорацию. Ну, примерно как в свое время там Huawei с Honor, там Realme, Opa, кто там Vivo и вот эти вот все ребята тоже в одной корпорации находятся. Точно так же, как Xiaomi, Poco там и еще какие-то ребята у них рядом, Redmi. Хотя отличия есть, вот даже вот, например, вот эту вот шторку мы с вами посмотрим, они выглядят все-таки по-другому. Пускай база одна, пускай каркас единый, но при этом иконки все-таки перерисовывали. Ну и вот, соответственно, я думаю, вы поняли, что с этой стороны был Infinix. Как я вам и сказал, что около четырех дней я отпользовался Technopova, и уже у меня созрели какие-то мысли. Как вы поняли, что оболочку мы с вами разбирать не будем, здесь она HiOS, но это точно такое же, что и XOS. XOX, кстати, последняя, гораздо симпатичнее, которую мы видели на Infinix Note 11. Она перерабатывается, как-то сейчас дополняется. Возможно, в скором времени и сюда что-то интересное придет. 90 Гц сюда не завезли, хотя вы мне скажете, типа, а почему они здесь должны быть, почему они должны были сюда заехать. А вот вам и простой пример. Девайс Infinix Hot 11S, который стоит примерно точно так же около 17-18 тысяч рублей, то есть до 20-ки он еще не догоняет. Здесь есть 90 Гц, ну и при условии, что вы понимаете, что это компании-побратимы, здесь 90 Гц есть. Значит, потенциально, в принципе, в Technopova 3 90 Гц должны появиться. То есть это не претензия Technopova 2, потому что изначально девайс выходил в конце лета 2021 года. Типа, что с него, как говорится, взять? Но имейте в виду, что в Technopova 3 может появиться 90 Гц. Вот другой разговор, сколько это дело будет стоить. Залетаем в Antutu, я уже все здесь установил. Здесь, кстати, есть игровой режим, который высвечивается вот таким вот образом. То есть все, что ты запускаешь из тяжеленького, оно может запускаться с помощью игрового режима. Достаточно в этом игровом режиме эти приложения туда добавить. И потом уже будет на автомате. То есть запускаешь игрушку, запускается игровой режим, запускаешь Antutu. Тоже заходит в игровой режим. 210 тысяч практически набирает попугаев по CPU-шке. 68 тысяч, по GPU-шке 47 с половиной тысяч. Это нормальные цифры на самом деле. Это нормальные цифры даже для 2022 года. Другой разговор, для чего вам нужны эти цифры. Да, вот это вот вообще другой разговор. То есть для обычной жизнедеятельности, при условии, что здесь нет 90 Гц, спокойно этого процессора хватит. По температуре. Когда я первый раз затестил все это дело, я вам сейчас покажу без игрового режима. То очень интересные я цифры получил. Во-первых, было чуть-чуть меньше итоговое количество баллов. И нагрев, вот в этом тесте, к сожалению, я скрин не сделал, был примерно около 39 градусов. То есть вот так. Потом, следом, я делаю тест. Ну там, какое-то время небольшое прошло с помощью игрового режима. Использую игровой режим. И уже температура понизилась в среднем примерно где-то на 5 градусов. То есть температура центрального процессора. Ну и, соответственно, чуть-чуть он добрал по баллам. Где-то тысячи две накинул и сверху. То есть игровой режим работает. Но самое главное, что он позволяет девайсу не сгореть. Все цифры мы, в принципе, с вами разобрали. Я здесь хотел остановиться на вот таких маленьких деталях. Во-первых, что здесь и NFC есть на борту. Кто переживал. Здесь оперативная память LPDDR4X. Двухканальная. Но, к сожалению, очень у нее слабая частота. То есть 1.8 это очень мало. И тип хранилища. Это, наверное, самое важное, что в таких девайсах стоит проверять. Здесь, к сожалению, и MMC 5.1. И это, конечно же, пример 2017, 18, 19, 20 даже уже не хочется принижать. Это привет туда. То есть это очень старый тип накопителя. Отсюда, конечно же, запуск приложения и быстродействие. Но оно не на том уровне, которое должно быть в 2022 году. В пределах там 20 тысяч рублей. Это слабовато. По поводу звука. Этот момент мне всегда интересен, вы знаете. И, честно, удивили. Давайте послушаем и потом об этом поговорим. По поводу я ни разу не тестил девайсы, у которых динамик находится исключительно вот здесь вот в слуховом. То есть основной динамик находится вот здесь вот в слуховом. То есть сразу две функции выполняет. То есть в момент, когда вы разговариваете с человеком, вы слышите его. И точно так же все, что вы воспроизводите на девайсе, все выходит вот отсюда. По поводу картинки. Ну, я вам здесь так скажу, что она поинтереснее, чем на каком-нибудь Redmi 10, где совсем все херово с IPS-матрицей. Но при этом, давайте будем откровенно, что яркости не хватает. Точнее, даже не то, что ее не хватает, она без запаса. То есть только ты сейчас куда-нибудь там на солнечный день переместишься, то тебе будет не так хорошо видно, как на каком-нибудь условном Samsung с AMOLED, который тоже можно там купить в пределах 20 тысяч рублей. Что касается игрушек, здесь я решил сразу отставить PUBG, отставить Асфальт, оставить, хотел сказать, планеты и зомби, бля. Короче, вот это там, где мочат зомбаков. Решил шутеры разные отставить. Короче, все я решил отставить и взять всего лишь одну игрушку, всеми вами любимую и известную Genshin Impact. Потому что мало-мальски в Асфальт, там, в Call of Duty, в PUBG можно будет поиграть. Да, это будут, скорее всего, порой низкие настройки. Хотя, наверное, Call of Duty на средних должен он потянуть. Да, это будет, наверное, там в PUBG около 25-30 FPS, что-то вот в этом промежутке он будет болтаться. Может быть, в Call of Duty там FPS 40-45 он выдавит. Это все неинтересно. Интересно было Genoa как одна из самых требовательных игрушек и посмотреть, на что Helio G85, собственно говоря, способен в 2022 году. Единственное, что я сделал, это я поставил с минимальных настройках, которые были по умолчанию здесь установлены. Я поставил средние, не стал низко, потому что, ну, это совершенно скучно. Это играбельно. Хотя вы сейчас видите, в данный момент есть небольшие какие-то провисания. То есть, я не могу сказать, что здесь 30 FPS держится на протяжении всей игры. Скорее всего, где-то около 25 кадров в секунду. Иногда проваливается до 20-ки, а возможно, даже и чуть-чуть ниже. То есть, сейчас вот уже это явно даже близко не 30 FPS. Это что-то на уровне, наверное, ну, каких-нибудь 22-20, 22 кадров в секунду. То есть, иногда, я думаю, даже и все это опускается гораздо меньше. То есть, и до 15-ки падает, вот как сейчас, например. То есть, на средних настройках, в долгую, это неиграбельно. Ну, и максимальная температура CPU-шки около 75 градусов. И это само говорит за себя, что лучше тяжеленькое на этом девайсе не запускать. По поводу камеры. Давайте быстренько поговорим о интерфейсе. Мне что-то понравилось, что в отличие от того же самого Infinix Hot 11S, который я вам вот только демонстрировал в самом начале, в середине ролика, здесь есть режим максимальной стабилизации. То есть, режим суперстабилизации. Infinix такое у себя не завозил. Слушайте, по фото, честно говоря, был очень дико удивлен. Вообще никаких ожиданий не было. Но при этом, блин, делает на уровне. Реально. Сегодня я свою самую красивую женщину на планете Земля, пизды и дома получу от Ильиничной, вез на мойку и решил взять с собой этот аппарат. И там сделал вам много снимков сочных и не очень. Начнем с грязной тачки. Вот так вот за зиму она промариновалась. В итоге вымыл ее, стала вот такой красавицей. Ну, в принципе, еще можно ее, конечно, там отшлифовать. Но вот уже прям так симпатично стало. Солнце светило, ярко, классно. И фотографии вот прям, мне кажется, получились для аппарата. Которые вот все-таки относятся к бюджетному ценовому сегменту. А все-таки мы помним, что он стоил, я его купил за 12 тысяч там. А он 12,5 по-моему потом стоил. Это хорошо. В помещении, здесь, в съемочном павильоне, тоже у него нехеровые снимки получаются. При том, что и насыщенные достаточно цвета. То есть искусственный интеллект работает. И детализация хорошая. И каких-то там пересветов нет. Дома с экспозицией практически проблем не возникает. Ну и что касается ночных фотографий, режима ночь. Что здесь, если хорошо прицелиться, чуть-чуть дыхания задержать. Да, Helio G85 процессор, он все-таки уже подустал. И он вот этот ночной режим обрабатывает дольше, чем Helio G88 или другие какие-то процессоры. Но если вот просто не дышать, собраться, то можно получить вот такого уровня снимки. Понимаете, вот какая херовина. Психология и наша голова это страшная вещь. То есть вот когда я его себе представляю за 12,5 тысяч рублей. Я такой типа, блин, это что за акула. Но когда вот он стоит примерно около 18-20 тысяч рублей. Я понимаю, что сейчас все подорожало плюс-минус там в среднем на 20-30%. Но блин, подорожание для техно Пова 2 это большое. Вот если бы он стоил 16 на новые бабки за 8-128. Я бы вам сейчас отправил уже в магазин. Особенно для тех, кому важно хорошее количество и объем памяти. Для кого важна батарейка. Я бы вас уже тут же отправил. Но так как вот реальные сейчас, это дороговато, как мне смотрится. То есть я бы за эти бабки вам, ну плюс-минус за эти бабки. Может быть там тысячу-полторы нужно будет добавить. Я бы вам рекомендовал взять Infinix Note 11. Который выходил ролик на канале. Я ссылку в описании размещу на, может быть кто не видел, посмотрите. Здесь у нас уже идет AMOLED. Здесь у нас тоже хорошая батарейка. Здесь камера не хуже, чем на техно Пова 2. Даже мне кажется в некоторых сценариях и лучше. Он выглядит интереснее. Он более, мне кажется, компактный. Он более симпатичный. И самое главное, что базируется на Helio G88. То есть процессоре, который ну чуть будет пободрее, поинтереснее для 2022 года, чем G85. Вот такие вот итоги. Вот что я вам могу предложить в данный момент до 20 тысяч рублей. Ну а если вы хотите топ-5 лучших бюджетных смартфонов, чтобы вот в ближайшее время вышел. Я уже к нему подготовился. У меня даже есть планчик. Я накидал все эти позиции. То лепите лайчину под этот ролик и пишите комментарии. Ну а у меня на этом теперь уж точно все. Все, давайте красавцы. Пока.